Вчера же произошло непонятное событие. Следственный отдел по Красногорску Московской области предъявил обвинение в мошенничестве по статье 159 бывшей сотрудниц администрации города, нынешнему руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской. Как сообщает прислужба СКР, в июне 2015 года госпожа Прочаковская, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия с средствами массовой информации, мэрия Красногорская с использованием служебного положения организовала эффективные трудоустройства своей знакомой в местной МФЦ. Должен с главным специалистом, при этом банковская карта, на которую на протяжении года приходили все начисления в виде зарплаты, находилась у обвиняемой социальной в ведомстве. Это вообще звенья одной цепи? Мы можем говорить, что это какая-то атака на Хабирова или не знаю? Хабиров сам по себе звенья одной цепи. То есть он окружил себя вот этими людьми, которых бесконечно и планомерно сажают, и он не может понять, что за звенья одной цепи, что происходит, почему вокруг меня всех посадили. Но, Радий Фаридович, дорогой, ты посмотри вокруг и трезво ужаснись. Ну, кого ты собрал из этого Красногорска? Ну, вот и все. Не надо тут искать, как говорится, черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Вся проблема не в том, что сейчас кто-то вдруг посадил Прочаковскую, а проблема в том, что вообще у Хабирова есть эта Прочаковская. И же с ней, этих Прочаковских, разного пола, у Хабирова там полным-полно. Ну, ведь гром грянул там, где его не ждали. Ну, безусловно. Ну, а что, мы ждали, что у нас посадят вице-премьера и министра ЖКХ? Вот вы посидели и целыми днями ждали, да? Нет? Или министра строительства посадят, да? Или бывшего мэра Сибая Рустема Авзалова сейчас судят там и прочее, и замминистра транспорта и так далее. То есть вы этого ждали? Ну, нет, конечно, но перечислять можно бесконечно долго. Вот в этом-то весь, как говорится, и трагизм ситуации Прочаковская. Но вы обратите внимание, что женщина начала свой криминальный путь, еще будучи там каким-то заштатным специалистом какого-то управления, там где-то там в каком-то Красногорске. А в 17-м году Хабиров был еще в Кремле или в Красногорске уже? Я так полагаю, что он был уже в Красногорске, конечно же. Так вот, вы на это обратите внимание, что эта барышня начала, значит, свой преступный путь, еще будучи вообще очень маленьким человеком в маленьком Красногорске. Представьте, что здесь творилось, вот когда следствие доберется уже до бюджетов БСТ, до, значит, бюджетов нашего вот этого ЦУРа и прочее-прочее. Вот когда до этого дойдет дело, вот тогда во всей красе мадам Прочаковская предстанет перед нами, ну, как вот уже сформировавшийся представитель, значит, криминалитета. Все то, что там было в Красногорске, это мелочи. Их вот так вот догоняет их прошлое или... Нет, здесь есть технология. Вообще-то за чиновниками достаточно, ну, пристально следят силовики, но при этом не всегда все выявленные правонарушения ложатся в основу уголовных дел. Собираются папочки, они лежат, 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 да? То есть, и вот потом, ну, принцип простой, поймал мыша, ну, и как бы ешь не спеша, да? То есть, в определенный момент когда-нибудь эта папка достается и, значит, ну, упускается в ход. Но в данном конкретном случае дело, по которому, простите, Прочаковская была задержана сейчас, уже раскручивалась в Красногорске довольно давно. Мадам, которая, значит, там с ней подельница, она уже же осуждена. То есть, уже даже суд состоялся. Ну, то есть, соответственно, Прочаковскую то ли не могли пригласить, выудить туда, в Красногорск, то ли руки не доходили, то ли... Не знаю, это, наверное, к следствию вопрос, я не освещен, не подчеркнулся. Почему это произошло именно конкретно в день протеста БМА? Это совпадение? Вижу, как вам хочется связать эти события. Да, но напрашивается. Утолю, да, в этом смысле ваше желание. Ну, да, это может быть как совпадением, так и несовпадением, безусловно. То есть, согласитесь, это достаточно эффективно оттеняет эту ситуацию. То есть, видите, мы сразу после Баймака говорим про Прочаковскую. Ну, я все-таки склонен считать, что так получилось. Угу. То есть, совпадение? Да. Просто совпало. Перед Новым годом, последние дни декабря, вышел из колонии Борис Беляев, министр ЖКХ. Не знаю, он внесен какие-то списки, не внесен. Он внесен в списки уголовников Российской Федерации. И сейчас мы видим, что пересмотр дела по Рамзиле Кучербаеву, министра строительства, да, как бы легко отделались, все забыто, прошло. Не, ну, Кучербаев-то еще годика-полтора просидит железно. Ну, там будет УДО, скорее всего. Нет, даже до УДО ему еще полтора года сидеть. Ага. Да. Ну, то есть, он-то как раз-то, ну, так сказать, по их-то меркам вообще почалится там как надо, да. Ну, вот. А с Беляевым, да, произошло, конечно, фарс. 44 дня он просидел в местах лишения свободы после внесения окончательного приговора. Ага. 44 дня. Более того, вообще-то по графику, по календарю Беляев должен был выйти там числа 5 января. Ну, здесь вот по отсчету вот этих дней. Нам сказали, что это каникулы, выходные. Да никогда такого не было. Вы спросите любого, кто когда-нибудь сидел, значит, в застенках кровавого режима, выпускают день-день, в минуту-в-минуту. Ага. То есть, это строгое правило. Никогда... И тут, значит, суд отдельное решение принимает. Ну, потому что, ну, там, напекли пирожков, наполнили джакузи, уже, значит, шампанское открыто, а ну, что он будет там сидеть до 4 января? Ага. И суд, вот у нас какой он милосердный, говорит, ну, надо выпустить человека, а то Оливье остывает. Ну, вы говорите, 40 дней просидел. А вот сейчас Алсынову 4 года дали, да? Ну, 44 дня просидел Беляев после вынесения окончательного приговора. У нас, получается, уголовные дела, они как бы поменьше дают за... ну, видите... Ну, это приоритеты государства, поймите. Если вы, значит, нанесете ущерб бюджету, давайте выражаться правильно, на 100 миллионов рублей, как минимум, в ценах 2017 года, ну, да, вот вам 44 дня после вынесения окончательного приговора. А если вы, значит, что-то там такое сказали, вот, как Алчинов, да, то есть я не пытаюсь его оправдывать, я, правда, не владею ни башкирским языком, не читал окончательного перевода, но вот это называется за слова. Вот за слова можно отхватить 4 и больше. Многие больше получили. Алчинов-то 4. А некоторые там и по 28. У нас в чате все равно возвращают к баймазским событиям. Ален Чик-Чирик, пользователь... Есть такой он с пользователем, да, активный. Она... Это какой-нибудь большой комментарий. Баймазские силовики на местах, интересно, не боятся там находиться после того, как они с отечественников били и крутили? Уфинские там не будут отрядами сидеть, ведь вы уже уехали. Ну, во-первых, все были в масках. А, раз, баймаз – город небольшой. Баймаз – город небольшой, действительно, соседа можно по запаху определить, но, как сказать, есть, бытует такая у нас форма, что, ну, во-первых, у нас никогда не обвиняют силовиков в этих вот действиях, да, крайне редко это бывает. Ну, лично, персонально, да. То есть, у нас ни судью, ни силовиков обвинять не будут. Есть такое инстинктивное, интуитивное понимание у людей того, что это все исходит действительно от власти, а не от конкретных этих людей. То есть, если разговаривать, ну, на бытовом уровне, люди говорят, ну, мы же понимаем, но им же приказали. Я не думаю, что там будут жечь дома этих милиционеров, там, полицейских, или там что-то будет с этой судьей, но нет, наверное, ничего не будет. Наш коллега Руслан Валюев спрашивает, как вам предложение пойти наблюдателями на предстоящих выборах в марте всем тем, кто собрался вчера в Баймаке? Ведь тогда ведь будет намного эффективнее. Ну, это утопический взгляд на российскую реальность от Бранденбургских ворот. Руслан, ну, вы посмотрите, кто вчера выходил на эту площадь, и вы поймете, какие из них наблюдатели. А почему? В чем проблема? Ну, во-первых, люди заняты, во-вторых, люди не понимают, что такое выборы и как это работает. Ну, есть обучение. Есть обучение. Еще раз, это утопический взгляд от Бранденбургских ворот.